Здравствуйте, дамы, господа, и мы продолжаем проходить игрушечку под названием СОМА. С вами я, наверное. Там два гнезда я вставил. Сейчас чуть-чуть поправлю. Так вот. Так вот. Там должен быть список персонала. Посмотрите, кто может знать код доступа. Всё передам. Чуть нет. Я не жадный. Свои данные дал дал ему. Нет, не получится. Нужен кто-то из группы охраны ТЭТа. Так, сколько их тут? Давайте всех. Что у нас была прогрузка? Просто СОМА, что у нас сейчас прогрузка такая. Почему нет? Кронштед, Строймар. Нету таких. Страхский, наверное, подойдёт. Но я так думаю, у нас очень много упоминаний о твоем имени было. Ты не тот психованный, который то любил себя. Многообещающе, я загружу его и запущу симулятор. Всё? А, вот и всё. А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ваном. Используйте компьютер, чтобы включить эмоляцию. Ну. Не так всё и плохо. Строймар только зря напугал, сволочь. Что? Что случилось? Куда все делись? Успокойтесь, мистер Ван. Чун? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не волнуйтесь, мистер Ван. Скоро всё пройдёт. Нет, 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 это ложь, ложь, вы врёте. Не переживайте, мистер Ван. Нет, 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 зачем? Вы так со мной поступаете. Я вам верил, Чун, я верил вам. Может, мы его, получается, оживили? Это ведь идеальный образ прямо для ковчега, вон. А потом мы его отключили, снова лишили жизни. Я думала, что всё получится. Может, можно ещё попробовать? Давайте пляж. Не так всё и плохо, Стромер только зря напугался, сволочь. Нет, мы слышим. Что? Как я сюда попал? Не бойтесь, мистер Ван. Доктор Чун, это вы? Что случилось? Где это я? Спокойтесь, глубоко вдохните, наслаждайтесь хорошим видом. Доктор Чун, я слышу ваш голос, но тут никого нету. Тут нет никого. Тут пусто, тут слишком пусто, что-то здесь не так, не нравится мне это место. Это не настоящее, не настоящее, мне надо отсюда выйти. А отключать его надо? Нельзя стоять же вам, пока не получим код. Чем дольше он будет под водительом компьютерной модели, тем больше на ней зациклиться. Ну и дали бы ему привыкнуть, что такого. Он тогда сошёл бы с ума, так что лучше включать ненадолго, свести страдания к минимуму. А, типа мы с ума не сошли. Не так всё и плохо, Стромер только зря напугал, сволочь. Что? Что это? Где я? Расслабьтесь, мистер Ван, успокойтесь. Доктор Чун, куда меня запихали? Мне нужна помощь, нужен новый код доступа. Зачем вы так поступаете? Это какая-то уловка, ничего я вам не скажу. Пожалуйста, нам очень нужен код. Нет, вы врёте, это всё ложь. Смотрите сюда, это же ужас. Чун, заберите меня отсюда, или я вам врежу. Я думаю, надо выстроить цену так, чтобы превзойти в ожидании, ведь как только он начал снимать, но правда, надо там думать, нужно ещё немного тангера. Не понял. И чё мне делать? А. А-а-а. Понятненько. А где я этот чип взял? Я помню. Где-то подобрал вроде. Значит, надо столы осматривать. Столы, такие открывающиеся всякие штуки. Там могут быть чипы. Ну, вообще, я предполагаю, где он может быть. Где-то тут. Почему бы и нет? Хотя тут чипы только с данными людей. Но мало ли. Так, тут мы всё просмотрели, да? Ещё давай прокрутим. Чтобы удостовериться. Ага. Так, а тут? Тут можно ещё прокрутить. Чё это? Казалось. Давай ещё. Всё повреждено. Ладно. Давай ты. Удиви меня. Хочу, чтобы это не было настолько трудно, насколько я могу это представить. Почему бы искать? Блин. Превзойти его ожидания, да? Интересно. Ладно. Надо модуль, наверное, найти другой какой-нибудь. Только... Ну, вы видели, мы нашли их в таких совершенно... В таянных местах. Это будет совершенно нелегко. Надо быть очень внимательным. Просто... Предельно внимательным, чтобы тут что-то найти. Ну, что-то нет. Может, это настало лах там где-нибудь. У кого-нибудь есть. Вполне. По крайней мере, теперь у нас есть очень чёткая цель. А, понятно, это я уже слышал. Мы знаем, как её... Выполнить. Опа. У меня есть идея. Сейчас. Если я, к примеру, возьму это, я там это подключить могу? Взять вот так вот. Пошли, посмотрим. То есть, пофигу, типа, с каким компом я буду работать. Ага. Ну-ка. Интересно. Так, это я тоже возьму. Погнали туда. Ну, понятно, что вот модуль этого менять не надо. Тихо-тихо-тихо. Вставься. Ты чё, не работаешь тут? Так, ладно. Окей. А чё я тут передать мог? Передать защищённый файл. Блин. О! Так, это уже есть. Ага. Так, хорошо. Это надо забрать. Пошли. Такой вариант неплох. Ну, оно всё-таки универсальное. Я думал, там загружено по лару образов. И только ими мы можем пользоваться. Всё, прогрузили. Не так всё и плохо, и строймер только зря напугал сволочь. Что? А где Элис? Сканирование закончено. У вас всё хорошо, мистер Ван? Чун? А где Элис? Здесь всё хорошо. У нас мало времени, мистер Ван. Мне нужен новый код доступа. Что? Зачем? Для чего он вам нужен? Это ловушка? Пожалуйста, успокойтесь. Я знал, что вам нельзя верить. Здесь всё ненастоящее. Теперь меня не сломать не услышишь? Ты меня не сломаешь. Как раз мы будем повторять? Ну же, Сайван, не опускайте руки. Защищённый файл, говоришь? Да нету хакера какого-нибудь. Да. Мне вот это вот надо. Я так чую. Ааа, данные повреждены. Тут пофигу, что он защищённый. Просто данные повреждены. Блин, их нельзя как-то починить. Печально. Надо ещё компы посмотреть. Думаю, где-то оно есть. Ну, ещё такая функция есть. Как у таких... Вот сюда, кстати, можно было вставить один из чипов. По идее. Только у какого компа есть ещё такая функция? Фиг его знает. Даже не знаю. Так, нужны работающие компы. Тут мы уже... А там ещё есть? Тут же... Нет, там больше нету. Хорошо, хорошо. Так, сюда ты не подключаешься. Тебе некуда здесь подключаться. Пошли. У нас там ещё компы, скорее всего, есть. Так. Где здесь могут быть компы? Желательно работающие. Ага, у тебя компа не было. Где? Ага. Всё надо делать последовательно. Чтобы узнать, симуляция должна проходить без помех. Всё надо делать последовательно. Иначе у меня ничего не получится. Вот, блин, я пошёл сначала туда, потом туда. И вот, проблемы теперь. Брандон, ты готов? Строймер говорит, пора выходить. Я жду, пока Страстки и Альвара соберут вещи. Спускайся вниз, встретимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Кажется, они собрались уйти, и какая-то девушка торопила Брандона. Вы по интеркому слышали? Наверное, буфер передачи, ждите. Это Элис Костер. Я даже не думала, что они друг о друге знают. Не интересно. Так она, наверное, с ним как-то в отношениях была. В каких-то хороших. Ну, что-нибудь тут есть? Аккерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Кэрри сегодня переехали на Тетту. Аккерс сказал, что ещё немного задержится. Вот, сумасшедшая, горжусь своей работой. Но, чёрт возьми, тут всё пошло наперекосяк с тех самым пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. Мы с Элисом прошли сканирование для Ковчега. Строймер сказал мне, кажется, Элис и Брэйден вместе ходили на сканирование. О, это нам точно пригодится. Придумай, Саймон. Я могу сейчас поздравить голос Элиса из интеркома и воспроизвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Строймер сказал, отлично, это просто замечательно. Отлично, вышел с интерком. Я и не знал, что вы можете анализировать данные. На что это похоже? Да просто само теперь получается. Значит, получается само, это очень интересно. Да, теперь все девушки мои. Главная боль будет чуть ли не смертельная водка. Сначала всё было нормально, через пару часов голова просто запрещала от боли, но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прямо передёргивает всего. Строймер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования прямо в кресле пилота, что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что рассказали, что группа Камбери отправляется на Дельту, чтобы забрать Экирса. Он живёт там один уже несколько месяцев. Даже не представляю, чем он там занимался. Пошли. Завернём всё на места свои. Получим коды доступа, откроем дверь, пойдём дальше. Наконец-то. Мне уже задолбали вот эти две локации, серьёзно. Вот это она ещё более-менее, но там. Я скомплинировал модус Элис. Значит, она будет в Брэндонном стимуляциях? Вроде того, говорит, придётся мне назначать выглядеть, как будто она будет Элис как Элис. Чё? Ну, я там в своём, походу, чё-то придумывал. Не так всё и плохо, Строймер только зря напугал, сволочь. А вот и не надо было его слушать. Ну что, я сам виноват. А с чё, Строймера, он сказал, что ему срочно нужен новый код. Что ему передать? Всё нормально, я с ним поговорю. Подожди. Чё, ну разве не говорил о тебе расслабиться? Не волнуйся, я никому не скажу. Слова болит. Да ладно, сто... 17.29 через 42, 12 через 407, записала? Да, я поняла, извините, мистер Ван Брэндон. До свидания. Я извиняюсь, мистер Ван Брэндон. До свидания. О чём это вы? Стойте! Обманули мужика. Всё, мы узнали, что нужно. И мы тоже такие симуляции? Да, но это не так уж важно, вы по-прежнему вы. Я не знаю точно, что делать с данными, решайте вы. А-а-а! У меня есть идея. Ща. Убить! Убить. А, чтобы больше не появлялось таких... ...людей. И форма... ...вот именно за это, пока я все умею терять отключение. Всё. Это я возьму. Нет? Ну ладно. Пока. Брэндон. Эх. Нету смысла, чтобы появлялись ещё такие же. Считайте, будет ещё один такой же Саймон бегать, но будет ещё один Брэндон бегать. Это не круто. Тем более, они превращаются в монстров, они не справляются с собой. Это только Саймон более-менее умный. Ему повезло в жизни. Очень сильно. Хотя и не повезло одновременно. Вот вы где. Прогревайте для нас дэнбет. Он много месяцев пыль собирал, так что... Ну вот и всё, готово. Отправляемся и... Хм. Странно, не важно. Что мне нужно сделать? Отправлять их в дом. Подключите меня там, и я спущу нас в бездну. Вроде не так и сложно. Наконец-то этот пульт у меня. Боже. Мне без него было очень... Неприятно. Ну а? Прекрасно. Давай! А! Ха-ха-ха! Забавно. Я представлял более большое помещение. Как мне это сделать? Она не двигается. Тоже. 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 Они все не двигаются. В общем, не работающий. Фига тень. Где-то тут надо подключить её. Тут что ли? А тут есть тебя куда подключать? Да вроде нету. Значит, где-то здесь. А куда? Там дверь? Там дверь? Хе-хе-хе. Не дотягивайся. Чё-то я это... Не... Воткнул. Давай! Ты чё? Так не говорите, что мне сейчас к тому мужику надо опять спускаться. Я не хочу. У меня уже один распокоцал. Не работает. Тоже. До сих пор. Бесполезная штука. Нет, что-то должно быть здесь. Не может быть всё вот так вот. Открыли путь и типа здесь ничего не функционирует? А, конечно. Я прям так сразу и поверил. Ну-ка. Чё? Ага. Ну ладно. Я не знал, что так можно. Думаем, куда его надо подвезти. В общем, куда-то это надо подвезти. Может здесь? А здесь куда? Так, я могу его вывезти сюда. Для чего? Непонятно. Куда-то, чтобы наверх добраться? Тут как бы ни проходов, ничего. Ладно, ладно. Так, я могу его подключить обратно? Мало ли. Просто даже интересно. Не могу. Погнали. Сейчас что-нибудь придумаем. Полётик. Куда-то его надо подключить. Ой, подвезти. Оно не работает. Так, окей. Куда-то сейчас можно. Ещё. Это что за фигня? Не пускают. А там чё? Какая-то плата. Чё? А, да. Погнали. Повезём тебя. Ну понятно, что куда-то... Не? Не хотим. Ну-ка, ещё раз. Нет. Не хотеть. Чё вот это? Не, не работает. Зачем я сюда поднялся? Эть! Может, там? Дырки нету. Что же надо сделать? Это, по идее, почему-то не открыло. А, вон ещё есть. А, нет. Ладно, давайте. На этом мы серию закончим. В следующей серии попробуем разобраться, что тут надо сделать. По идее, что-то я так... думаю вот с этим. Чё это? Ну-ка. А провод куда идёт? Нет. Всё подключается туда. Ладно. Всем пока-пока. И до следующей серии. С вами был Нернл. Мы играли в Сому. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.